Прием, прием, здарова всем, с вами Хилл Хёрдс, и это у нас Elden Ring. Почему не работает игра? Потому что джойстик не подключился, или подключился, сейчас мы это с вами узнаем. Да, 14-я, наверное, серия, я уже не знаю, столько времени прошло, безумие какое-то. Нет, джойстик работает, не поверите. Мне в комментариях, наконец-то, прочитал, все комментарии пишут, сделай то, сделай это, господа. Я не помню, что было в прошлой серии, а вы мне говорите, сделай то, сделай это, при всем уважении и неуважении. Стараюсь, но не всегда получается. Также мне скинули несколько интерактивных карт. Господа, я отчасти согласен, что на самом деле было бы здорово это все посмотреть. Но давайте я буду идти, скажем так, так как идется. Если вдруг у меня будут какие-то проблемы возникать, мы будем обращаться уже по гайдам к картам. Потому что я сейчас поймал себя на мысли на том, о том, что я вот пытаюсь все какие-то ролики делать, и по факту ни хрена не прохожу игру. Я, наверное, потрачу сколько-то времени для того, чтобы банально поисследовать игру. Мне охренительно нравится, но я банально пару серий в день запишу, и давай какие-то ролики делать, потому что нужно что-то делать. Много информации от меня уходит. Давайте о хорошем, о плохом не будем. Постараемся погрузиться и абстрагироваться от всех проблем. Настолько, насколько это вообще возможно. Вроде как, я знаю по сюжету, мне вот куда-то сюда. Там еще огромная часть, там еще огромная часть карты. Но все потихоньку, помаленьку. Потом просто все данжи, которые я пропустил, я буду по карте доисследовать. Потом у нас несколько персонажей будет. Там, смотрите, какая-то склопендра, я хочу ее потрогать. Извините меня, я хочу. Эй, псина, я видел тебя в ролике. Давай знаем, насколько ты опасен. Не очень-то ты опасен, пес. Ага, ну. Хорошо, принимается. Так, нам нужно влететь к нему с двух ног. Слушай, ну я не очень-то хочу к нему подходить, если честно. Так что, может, издалека. Просто жук плевун. Не знаю, есть ли такая разновидность раков. Так, давайте напроджектайлим его. Накуканим его, так сказать. Мансин. Ну и последний. Хорошо. Блин, охренеть, ракообразный. Никогда не любил раков. Ой, безумие. Из-за него дают кусок белой плоти. Хорошо, значит, с этих работяг вот такой ништяк падает. Приятно, приятно. Ммм, все равно статтрит. Хоть я и делал эти ролики. И мне казалось, что лучше стало, но по факту. Еще Денис сказал, что патч какой-то пришел, прилетел. Который вроде как оптимизацию должен улучшать. Не анонсированный, но по факту ни хрена ничего не улучшилось. Так, это есть какая-то карта. Это руины справа. Сейчас мы в них пойдем. Некоторые в комментариях пишут, Владос, ты вот, не знаю, я вот у меня на несколько серий, наверное, серий на 5 уже назад идет. Владос, говорят, ты вот там пропустил, не, вру, наверное, серий на 3. Ты вот там пропустил, пройди налево до воды. И я такой сижу, ага, где я пропустил, куда мне идти, зачем мне идти. Если вы хотя бы конкретно что-то хотите указать, пишите, пожалуйста, таймкод. Так мне хотя бы немножко будет понятно. Опа, не понял. Ты че такая злая? Все потихоньку начинают уходить с ютуба. Ну никак, не уходить с ютуба, а делать какие-то аккаунты на русских площадках, потому что все понимают, что ютуб, возможно, ну, мало ли, накроется скоро медным дазом. Мне уже пишут то, что создавай тоже где-нибудь аккаунты. Я не знаю, на каких площадках лучше. Так, кто это у нас тут? Это у нас собака сутулая. Эти бобики очень хорошо мансиат доджат. Нихрена себе подлак. Вроде как слышал, что есть мод на паузу в Элден Ринге. Звучит хайпово. Ну давай, падай, родная. Падаешь в свою остановочку. Так, раз руины, значит в руинах либо сундучок, либо что-нибудь хорошее будет. Здесь как минимум отдыхающий рыцарь. А не хрен на посту спать, псина. Я бы не хотел, чтобы он был моим охранником. Мистера Дутца убили. Дутцу навернули слегонца. Реально, руины миска Рима попахивают, согласитесь. Еще мне эта локация не нравится, потому что здесь все туманное. У нас сейчас тут тоже все в тумане. В нашем городе просто жопа вообще вот. Я бы никогда не подумал, что такие туманы могут быть. И вот прям как в жизни мне это не нравится. Я хочу разломать, чтобы руну забрать. Вот так вот. Таков путь, таков план. Ни хрена, он быстро блочит, научился. Пацаны, давайте охернёмся. Если честно, мне не нравится... Ого, это что такое? Мне нравится такое количество хп в них. И вообще такое количество противников. А мне эстаса не налили. Ребята, ну разве так можно? Ну по-моему это немножко некрасиво. Вот хотя бы эстас налили. Умею благодарность хотя бы за это. Еще мне написали в тех руинах, где я брал посох. Это получается где-то вот здесь. Где-то вот здесь. Я забыл еще один сундук с проджектайлом клевым. Блестящий камень кукушки. Кокушки. Ну хорошо. Кокушки надо беречь. Мне в принципе говорили с детства. Береги кокушки с детства. И вот опять же, казалось бы, я вот целое подземелье зачистил. Ну не подземелье, а руины развалины. Какая разница? А где моя обещанная награда игра? Это вот эта кокушка мне дали? Вот такое себе. Может быть здесь есть где-нибудь подземный проход? Я в своих быстрых мыслях могу потеряться и... Тработяга. Могу не увидеть какой-нибудь тайный проход. Выглядит как тайный проход? Тработяга. Ну тайная тропа. Ну очевидно, что... О, да, действительно, слушайте. Офигеть. Ну этого господину нужно пролукасить. У меня было предположение, так оно и есть. Давайте быстренько факел. Фонарик включим. Так, виноград, шабриди. Это еще один у нас такой же был. Наследние двух пальцев. Новый. Это, по всей видимости, талисман. Так, снаряга. Вот опять. Почему я не посмотрел? Правильно, увеличивает веру. Талисман со сценами из легенды о двух пальцах усиливает веру. Пальцы немы, но и в жесте красноречивее любых слов. Они изящно двигались, повествуя о тайнах мироздания. Так нам были дарованы слова. Слова нашей веры. Угу. Пальцы проверили. Понятно. Здесь на коне можно двигаться? Оу май. Красиво. Так, это мы заисследовали эти руинцы. Ну, а че нет? Я хочу куда-нибудь сюда. По болотам, я думаю, мы успеем поскакать. Давайте по долам, по лугам. Хочу, работяк, прям влететь в работяк. Простите, есть желание. А, это про джектайлы у меня летят. Понял, круто. Бассанцы напали. Из-под тишка. Опустил, попустил. Жесткий работяга-разваливатель. Согласитесь, вот эти вот мечи, они тоже по-любому что-то значат. Я более чем уверен. Или я могу просто идти, куда глаза глядят, а потом действительно по интерактивной карте я могу заисследовать то, что мне понравится. Ну, грубо говоря. Здесь вот что-то есть. Здесь по-любому тоже какие-то развалины, руины. Но мы сюда, скорее всего, не пойдем. Там у нас благодать есть. И нужно бы ею воспользоваться. Вот туда, я полагаю, мне надо. На лвл-ап определенно не хватит. Я, наверное, посижу. Что это такое? Это че, параха? Куклы. Они окружают нас. Что это за существо? Ладно. По всей видимости, ну, если я хочу туда пройти, мне придется идти сквозь это место. С ними кто-то дерется. Кто их призывает? Я думаю, мне проще пройти. Пока они с собой заняты развлечением. Ее царский молот. Рома решили, мы уже сделали осаду замка Штормвейла. И чтобы нам не делать новых противников, давайте мы просто повторим. Только они будут эфирные. Звучит как план, сказал бы под Заком и от Зака. И был таков. Не думаю, что мне нужно с ними воевать. Поэтому мы просто пробежим. Кто-то ХП потерял. Не повезло, конечно. Тут еще Дух Олег есть, кстати. Надо за ним сходить будет. Возможно, в ближайшей серии сделаем это. Рай и Лакария, священный храм волшебства. Почему твои двери закрыты? Мне не дозволено носить каменную корону. И я реально Дух Олега хочу. Я не знаю, насколько он эффективен. Вот чисто по рофлам. А шобы и нет, как говорится. Опять же, я до конца совершенно не знаю, куда мне нужно идти. Так что иду, куда глаза глядят. Видите, вот этим мне открытый мир и нельзя давать. Потому что я люблю по квестам ходить. Типа, тебе надо туда. Хорошо, я туда не иду, потому что я хочу подкачаться. Или еще что-нибудь, или еще что-нибудь. Давайте к этой башне попробуем подойти. О, мистер Крабстер, ну вы тут давно живете. О, полегче. Опустил краба. Хорошо ли я поступил? Вы маленькие крабятки, я вашу крабу мать убил. Ничего не получил. Кого не стоило, полагаю я. Ладно, место как-то отображено. Нет, никак. Небольшой лесок. Ммм, кристальный бутон. Зачем он нужен? Без понимания. Так, жучок нальет нам фляжек. Да и в принципе не так уж и нужно. Фляжки у нас есть плюс магические, вроде как он не наливает. А вот с этими я хочу подраться. Слушайте, они уже больше, в пхп стали гораздо. До этого меньше проблем было, с двух праджекталов они убивались вроде бы. Либо уже посох не вывозят, потому что он не покачается. Вот я опять убил сейчас жука, навозника, а мне никакую награду не дали. А почему так? А я не знаю. О, еще один лодочник. Да ладно, их несколько в игре в итоге. Да я, наверное, работяк позову на помощь себе. Ну, чисто по приколу. Я убью тебя, лодочник. Ну, погнали. Слушайте, а сколько их? Я же уже одного убивал. Я не вижу. Кто-нибудь знает, где он? Волк, куда он делся? Пацаны, куда воевать? Нихера, он уехал. Братан, а мне кажется, ты там не можешь плавать. Напишите, если я не прав. Что-то мне подсказывает, что он чрезмерно пользуется своими полномочиями. Стамины, пипец, не хватает. Надо было пух убрать еще, чарить. Может, пока не поздно, давайте зачарим. Да что ж ты делаешь-то, косорукий Влад? Виноват. Прошь. Правильно, убивай их. Не-не-не, сейчас пробжетай, вот бахнет. Давай-давай, рубим. Сейчас как лечу. Петушок. Куда он улетел? Опять вниз улетел. Так что же за говнюк? Только очистишь территорию от его призванных существ. Так он новых давай создавать. Я, в принципе, просто соропили неплохо уроном или сон. Ой-ой, фпс, и мою уронил. Ну, ничего страшного, терпим. Добить. Добиваем. Мужика. Добили вроде бы. 4,700, вы серьезно? Так, корень смерти далее. И прах разбойника скелета. Мы, в принципе, можем сразу прочесть. Так, вот про это я не прочитал. Горстка праха. Дух боевого ястреба, грозовой завесты, чьи когти срезали и заменили острыми клинками. Когда его владык опал, акриле были сломаны, ястреб погиб перед смертью, с тоской взглянув на свой бывший дом. Нистовая буря, его колыбель. Еще вот этого. Этот бандит живой труп, он будет воскресать снова и снова, пока не найдется тот, кто покоит его навеки. После ночи коварного заговора между землей появились корни смерти, а после следом и тем, кто живет после смерти. Тогда сейчас мы найдем благодать и полетим туда, где корни смерти обменивают. Почему это не могильный колокольчик, он нам очень нужен. Да, и скажите, пожалуйста, где какой-то камень улучшения плюс 6? Человек под каждым видосом пишет, мне уже в личку написал, говорит, где какой-то камень плюс 6 найти. А я без понятия, где этот камень найти, потому что сам без понятия, где его искать. Вот. Ну просто как бы, надо же помочь все-таки постараться. Так что как-то так. Так, а есть какая-нибудь точка телепортации? У нас один корень смерти. Насчет дракона, за которого много душ дают, говорят, он для какого-то сюжета нужен. Не знаю, насколько это правда. Вот, но я его уже в любом случае убил. А еще мне сказали, в каком-то месте есть оборотень, можно попросить его спуститься. То есть такие настолько безумные вещи пишут. Которых я бы в жизни не подумал. Как сюда зайти? Или игра намекает, что сюда нельзя зайти? Головы гигантских стрекоз вот падают. Чего только не падает, как говорится. У нас в селе. Да засуньте в жопу себе свои копья. Господа. Мне кажется, вы не правы. Наверное, могильные колокольчики в совершенно рандомных местах находятся. Давай, давай, вставай. Подружку свою забирай. Место выглядит очень необходимым. Работают ли сервера? Смогу ли я посмотреть, что тут произошло? Понятно. Здесь паркурс-секция происходит. Не иначе. Иначе это и не объяснишь. Я, наверное, рискну предполагать, что мне пока что сюда как-то рано. Хотя вход, по всей видимости, абсолютно в другом месте. Так что давайте двинемся. Я, конечно, пробегу одним глазом. Двинемся дальше. Еще сказали, что в игре есть иллюзорные стены. Я пока что ни одной не находил. Нам сюда нет возможности зайти. Так, ищем благодать и идем на корень смерти. Правильно бегу, правильно бегу. Правее чуть-чуть надо взять. Мы так рано или поздно к дереву придем. Так, волков, наверное, не буду агрить. Что они мне плохого сделали? Так, волчики, не обыкуйте. Пока руки и ноги целы. Здесь очень важный противник какого-то хрена ходит. Один в Соленово. Неужели у него настолько большие яйца? Я сомневаюсь. О, еще одна картина. Вы серьезно? Хм, ладно. О, Лола там промытал. Давайте первым делом пойдем посмотрим место. Лачуга Творца. Посмотрите. Возрождение. Где это место? Без понятия. Кстати, похоже на вот эту башню только издалека. Ну, на ютубе вобью, если что, потом посмотрю. Если сам не найду. Вознячный камень. Красиво так держать. Назад. Ну, вот по сиходу, вот где-то там надо быть очень далеко. И посмотреть на это место. Есть у меня предположение. Где-то отсюда вид. Вот на это место. Так, ну перед этим мы пойдем вот сюда. Может, вроде как нужно отдать корень смерти, пока мы его нашли. Согласитесь. Почему бы не сделать этого? И еще я, наверное, поменял бы вот этого. Нет, не та кнопка, разумеется. Вот на ястреба. Только не бейте его, пацаны. Отдадим. Еще я не насытился. Дай, дай еще смерти. Звериные живучесть новой. Ну, короче, просто будем эти давать ему штуки, дрюки. Он нас будет, нам будет улучшалки давать. А давайте дуруин, возможно, добежим. Так, я не помню до каких, если честно. Ну, погнали, слетаем. Просто там посох, говорят, забрать. Но давайте, точнее, не посох, а заклинание. Раз уж, раз уж я не забрал, давайте хотя бы сейчас это сделаем. Ну, неужели сюда? Я искренне очень сомневаюсь. По-моему, по правой стороне. Я все-таки рискну отдаться своим мыслям. Вот это бассанский жук, который постоянно мансит куда-то. Отравляющий туман, отлично, пригодится. Так, и теперь бежим куда-то. Бежим куда? Не знаю, туда. Зачем? Почему? Не знаю. Надо. Так, это, по-моему, берег. Мы здесь выходили из пещеры. И вот теперь по правой стороне бежим вот сюда. Быть может, я снова делаю все не так? Опять туман. Либо у меня что-нибудь с драйверами случилось, либо действительно затуманилась локация очень сильно. Есть предположение, что я совершенно не ведаю, куда бегу. А это болото не так уж и велико. Блин, ну на этого рыцаря не рискну бычить. Вау, ну он хорош. Блин, или рискну? Просто посмотри, сколько я ему нанесу праджектайлом. Ну, я его убью сейчас, как девчонку. Ну, вставай, дурочка. Красный гниль, гаван, но дельфинья. Ну, тогда мы тебя убиваем уже, братан. Я думаю, ты понимаешь, что шанс у тебя пожить. А ты вот вас дохрена тут. Понятно. Зачем я это начал делать? Слушайте, ну они очень круто заделаны, забаваны. Ого. Изнасилован. Все, я на них не быкую. Они чем-то похожи на валькирии. Если честно. Что-то в этом действительно есть. Как говорится, исследовал Раю Лукарио, надо было не выделываться. Сейчас постепенно падать. Это крайне опасный недуг. Говнястенько, говнястенько. Я, наверное, в жизни не найду этот посох теперь. Вот, я, походу, нашел руины улицы Мудрецов. Здесь мне что-то нужно найти. Все бабочек сворую. Большой жук. И здесь где-то нужно, сказали, сундучок сам найти. Ого, ничего себе. Мастерство паркура показал. Здесь пока вообще никакого лута нет. Может быть тут, своруем. Шляпа странника, фуллсет странника, хорошо. Так, и флакон. Странно, а зачем мне флакон лишний? Давайте ястреба позовем. Поглядим, насколько он эффективен вообще в бою. Ну-ка, птица, покажи. Мда. Можно новую дать? Это какая-то поломанная оказалась. Вот опять же, где те ништяки, о которых мне писали? Либо я как-то до конца неправильно собрал, либо мне как-то не так посоветовали. Я думаю, что... Правдой может оказаться и то, и то. Не, ну вроде она дамажит за то. А большего нам и не надо. Красная гниль опасная хрень. Как оказалось. И хотя я их, в принципе, вполне дамажу. Так что можно здесь потихоньку проходить. Ну, со своей стороны хочу заметить, что я все, что мог посмотреть, посмотрел. И ничего нужного не нашел, к сожалению. Опять же, возможно, я плохо искал. Но сейчас тратить на это время я, наверное, не буду. Мой билд меня плюс-минус устраивает. Так что, что, как говорится, мять причинные места. Поехали дальше. У меня есть небольшое предположение, что сама Райя Лукария может быть внизу. А этого мне как не хотелось бы. Красиво, красиво, конечно. Блин, да чего ж красиво здесь? Не могу. Ну и сейчас нам, получается, надо решить, в какую сторону идем. Я, наверное, поверху пройду, а потом уже будем болотничать. Если позволите. Не, ну место просто суперлегендарное. А, стоп, может не в ту сторону вообще бежим? Вообще не в ту бежим, понятно. Вот сюда надо, да? Во. И там еще можно вот в эту штуку сходить. Вау, можно снизу было бежать. А это я сейчас сверху побегу. Едите, я крут. Вау, красота, нравится. Нравится. Тихо, тихо. На осторожничок. Вот туда как-то можно в эту академию, походу, попасть через низ. Но я пока не пойду. Не, я сто процентов думаю, что это вот то место. Вон как раз дерево справа. Просто нужно место, откуда смотреть, найти и все. Снова огненные слизни. Знаете, по хозяйке этих слизней? Или он? Шипы греха, тляющие бабочек. Вот, заклинания просто так дали. Забавно. Это что такое, Куруван? Пойдем смотреть. Я не знаю. Здесь можно пойти духа позвать. Твою мать, еще бы я мог призывать на ту кнопку, на какую надо. Не обсираться постоянно. Белка, уходи. Это побыватель. Да, смотри, какая опасная. Бэкстаб, здорово. Бэкстаб из Драксаус номер 2. Или 3. Или любого. Охренася. Птица бассанская, может, поможешь? Птица бесполезна максимально. Наверное, звать в будущем ее не буду. Клеющие бабочки. Это очень странный какой-то секта у них. Я думаю, никто не будет с этим спорить. И хоть бы сунзучок положили. Фрома, ну вы чего? Пламя очисти меня от скверна. Несколько жестов дали. Прикольно, конечно. Не, ну карта, конечно, впечатляет. Здорово, ты кто? Кабан. Жуков я, наверное, не буду убивать слизни огненных. Да, скачи, скачи. Полдня, блин, скачешь. И ради чего, как говорится. Чего это? А, это колесница из трейлера. И убить можно, лол. Можно убить, да? Думаю, папа, она не очень умеет драться. Офигеть. Овечка зажарил псина. Клеящая бабочка, огненный цветок. Так, куда это мы бежим? Это мы по левому плато бежим. Тут еще есть правая плато. Я хочу к дереву сходить посмотреть, честное слово. Да, ну пойдемте-то дерево до большого. Правильно, бежать. Левее это я пойду. А давайте сейчас заберем эту, в эту местность, так сказать. Снова вот это плато с огромным количеством мечей. Совершенно непонятно, зачем необходимых. Я думаю, хотя бы могли метки давать на сюжетных боссов, в принципе. Мне кажется, это могло бы быть логичным. Могу ошибаться, конечно. Ну-ка, 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 цветок фиолетовый. Нет, это совершенно не то, что мне надо. Треугольничек прокликивал, но какой в этом смысл? Так, возможно, на лав лап хватит. Давайте попробуем. Попысить уровень. Ух, нифига себе, сколько надо. Можно было бы езжнуть, но я не буду. Так, это храм клятв. Ты из погаших, верно? Добро пожаловать в храм клятв. Я Мири Эйль, смотритель этих священных чертогов. Прошу прощения за неподобудающее состояние дел. Известна ли тебе история этого места, как оно стало храмом клятв? Не знаю. Что ж, очень жаль, но разве это твоя вина? Раскол привел к тому, что мы все мы упустили с виду нечто очень важное. Именно здесь, в храме клятв, соединились великие дома древа Эрт и Луны. Их скрепил брачный союз между Рыжим Радагоном и Реналой Полулунной. Таким образом, наш храм обрягает памятники обоих домов. Древо Эрт из столицы Академии Раи Лукария. Пьется, конечно, стильная обезья... Эм, черепаха. О, тебе что-то было нужно? Ты можешь здесь свободно ходить повсюду. Я бы сопроводил тебя. Но, увы, мои ноги уже не те. Если найдешь что-то нужное, бери, не стесняйся. Или ты наставление от меня ждешь. В этом случае я готов поделиться с тобой всем, что знаю. Хороший. О, хочешь узнать больше? Владыка Радагон был великим героем, обладателем роскошной огненной гривы. Он прибыл в эти земли во главе Большого Золотого войска и в битве встретил госпожу Реналу. Скоро натренул. Притязание на чужие земли стал мужем королевы из рода Кария. Однако, когда Готфри первого повелителя Элдена изгнали из Междуземья, Радагон покинул Реналу, вернулся в столицу и стал вторым мужем королевы Марики, королем-консортом. Он получил титул второго повелителя Элдена. До сих пор неизвестно, почему владыка Радагон отверг госпожу Реналу. И как так вышло, что повелителя Элдена был избран простой герой? Господи, тут можно просто с ума сойти сколько читать. Так, волшебный блестящий клинок. Это сигил спустя огненный щек... Короче, такойся. Размашистый удар магическим двуручником. Надо все по-хорошему брать, потому что я хочу все за околы смотреть. Ну давай возьмем и то, и то. Денег хватает. Молитвы у него даруют благословение вам и ближайшим союзникам. Непонятно, что дает. Открывал одну тайну. Однажды именитого скульптора Золотой столицы попросили создать большое изваяние Радагона. Кажется, он разгадал тайну повелителя. Поэтому считается, что секрет Радагона заключен в этой статуе. Угу. Повторяется. Ринале. Хочешь узнать больше, госпожа Ринале? Это королева глава правящей семьи Карри и ректор Академии Раи и Лукарии. Могущественная прекрасная полулунная ведьма. К сожалению, предательство Радагона разбило ей сердце. Когда члены Академии восстали против королевской семьи, Риналу заперли в большой библиотеке. Все? В конце концов, королева осталась одна. Она паюкала янтарное яйцо, вверенное ей Радагонам. Теперь она использует это яйцо для запретного обряда, мрачного ритуала перерождения. Никогда не забывай, нет греха страшнее, чем расторжение самых прочных уз. Уз клятвы. Ну, циклица вроде бы окей. Говорит, бери все, что хочешь. Ну, окей. В игрях вы не грешили. Хорошо, это какое-то... О, ништячки. Золотая швейная игла. И золотые инструменты портал. Это, наверное, этому смогу дать, чтобы он лучше шил. Ну, по всей видимости. Инструменты, сделанные из золота в семье Карри, их принес рыжеволосый Радагон. С их помощью можно принять облик кого угодно, а также полубога. О, как! Для одеяния полубогов уникальный предмет, позволяющий изменить одеяние полубогов. Входит в преданное, которое Радагон передал Ренале, оставив ее супругом. Ммм. Став, наверное, ее супругом. Слушайте, круто. Уже и качаться не надо, да? Вот это что за место? Выглядит как нечто интересное. И вон, смотри, такая штука. Порталы какие-то. Давайте дойдем в этой серии хотя бы до этого попробуем. Не знаю, насколько хорошо получится. Но что бы и нет, как говорится. Очень прикольный левел-дизайн. Такая скалистая местность. Прям 15 из 10, и не иначе. Дико прошу извинить. Происходят постоянные отвлекания. Так, мы бежали сюда. Но все вот эти портальные штуки, они снизу. Блин, ну такой видок. Мама сита. Вон там где-то снизу. Охренеть, конечно, масштаб. Колокольная башня одна, колокольная башня вторая. Можно уже будет как минимум несколько улучшить. Что-то мне подсказывает, что почти все можно будет душу улучшить. Ну, по башне пока что не видно, как на картинке. Просто все еще хочу в этой серии попытаться найти. А вось получится. Деньная фиала. Я даже, наверное, с ними драться не буду, потому что в тот раз я дрался. И в итоге получил минус фляги. И боль в области лица. Что такое дракон? Чепараха. Ну, походу, мне вниз придется идти. А, наверное, эти говняки мне не дадут карту открыть. Ты что? Так далеко праджектальными будешь стрелять, мужик? Не надо. А ну, того не стоит. Вон еще, смотрите, какая-то башня есть. Давайте и до нее попробуем добежать. Вообще, назад двигаюсь. А, да, я же вверх сбежал виноват, то есть вот сюда. Угу. Там даже дороги есть. Ну, тогда идем вперед и активируем телепорты. В надежде на то, что рано или поздно мы добежим до босса. Руины дворца ульдов. Куча полулюдей каких-то очень бронирована. Что-то я не желаю с ними драться. Но мне ничего на карте не показало. Просто сказала, что руины окей. Роботяги, ну, попуститесь. Ой-ой. Что за магические стрелы? Мужики, явно знают толк. В лучшем деле. Это мне подсказывает, я не в ту сторону побежал. Я, походу, на разборки бегу. Мужики, я же не специально. Лучника бастанет, нужно его убить. Это не он. Я просто пробегу, можно? Мне мимо надо. Походу, место лабиринт. Во, я к дереву сейчас выбегу. Но это вот эта колокольня. Мне, в принципе, пока что в них не нужно. Я буду примерно помнить, знать, что они тут есть. И вот это огромное древо, к которому я пока что почему-то не могу выйти. Так, варианты. Тут как бы низ, да? То есть мне нужно либо сильно направо было обойти, но это возможно вниз. Либо сильно налево обходить пруд. И залазить наверх пытаться. Что я, скорее всего, и делаю. Да, вот уже заход как раз взялась. Блин, я вот прям отвечаю, обещаю, когда-нибудь, когда будет больше свободного времени, я буду бегать в Элден Ринге и кайфовать. От изучения вот этих великолепных просторов. Слишком круто сделано. Пусть да, лагает. Пусть да, тормозит. Пусть да, фризит. Но как же это охеренно. И кто бы что ни говорил. А, давайте заклинания проверим. У меня, в принципе, несколько не супер используемых есть, не часто. Давайте, чарлья молитва, уберем вот этот, вместо него поставим вот этот. Ну и допустим, вот вместо этого вот это. Как это выглядит? Ну это я видел уже, мы так же смотрели. Если это будет эффективно, кайф. Есть заряженная, так что-то не особо работает, но маны тратит пипец просто. То есть, если это не будет дамажить, то это малоэффективное заклинание. Тоже стоит иметь в виду. Так, и это второе огромное. Я хочу вот куда-нибудь сюда. Если получится. Тут вроде бы ничего визуально интересного. Здесь большущая колокольная башня. Прикольно. Тут, кстати, сет дали вроде. Ну, наверное, он всякого хуже моего. Это стартовый сет какого-то класса, я более чем уверен. Есть небольшое предположение, что здесь будет тупик. К сожалению, я оказался прав. То есть, нам, по сути, где-то здесь проход искать дальше. Единственное, меня вот эти вот деревья немножко напрягают, но как-то слишком у них сарато сделаны. Что, прям аж печаль берет, беда. Так, а может быть залаз какой-нибудь, нет? Это точка быстрого доступа вверх, знаете? Может, по всей видимости, я тут... Тут вообще стена, мать ее. И я не знаю, как туда пробраться, пройти. Видите? Стрелять, стрелять. Догоняй, родненький, догоняй. Нужно убить. Леичный. Так, и иногда ничего не дает. Интересненько. Так, здесь у нас есть клинмарики. И куча вот этих работяг. Минус текстуры. Я что-то даже не знаю. Может, попробуем их по одному вырезать, что думаете? Что по дамагу? А, урон имеется. Урон очень хороший. Прямо мое почтение. Без шуток. Раши про джектайл. Но он очень долго кастует. Давайте попробуем запомнить сколько. 222. И последующим ударим обычной штукой. Сучара просто. Я нажимал, я спамил. Вот я думаю, слышали. Я спамил как просто чмо стула. Но настолько всратые хитбоксы. И это дрянь еще хп сворвало с меня, ты прикинь. Настолько всратые хитбоксы, что они просто не позволили увернуться. Сейчас, уроды, мы посмотрим, кто тут был с этой качалки. Так, ну вы явно не понимаете, на кого напали. Работяги. Что с лицом, как говорится? Прям берем так, раз, два, три. По-моему, не меньше урона. Да, слушайте. Мои вот эти обычные намного эффективнее. Просто в 500 тысяч раз они быстрее летят. Я вообще не знаю, зачем они другую магию сделали, если есть самая начальная, самая топовая. Ну согласитесь. Пусть оно не всегда идеально дамажик, но зато и насколько это эффективно. И быстро, и нормально, и вообще кайф. Так, давай теперь попробуем духу призвать. И попробуем бэкнуть на босса, может быть. Не уверен, что получится, но буду пробовать. Наверное, шансов нет. Если я, конечно, не проколдую. Не, нормально, дамажим, хорошо, дамажим, очень дамажим, хорошо. Только долго будет. За него, вроде бы, слезы дают для улучшения пляжек, как мне уже объяснили. Ну, он достаточно далеко бьет, я думаю. Да, далеко бьет. Да, правда. А дух еще жив, ети ты красавчик. Дух живи, мать твою. Кто, если не ты? Было бы у него побольше хп, вообще бы ноль вопросов. А, так он бессмертный, что ли? Лол. Тогда это очень имеет место быть. Сколько раз он так вставать может? Может, он отагрится от меня когда-нибудь, мне вот интересно. Не, говорит. Я этого буду пинать. И этот красивый. Придушит кака. Сутулая подлюка. Ладно. Там тебя в срак убьют, братан. Не волнует? А, это очень опасная шлень. Ох, как же он выживает на последних хп-шечках. Давай, давай, спам, родник. Спам, спам. Как последний раз. Для этого древа сутулого, мать его. Круто, жестко, интересно. Лежать. Ух. Магическое отрезно вставишься, лежа, молниевая и света. Отлично, куча бонусов далее. Фляжек не налили. Зазубренная секира с этого мини противника выпала. И вот это древо огромное, только не то, которое я хотел. Но фляжек не налили, это бан. Круто. И вот с таких вот стражей нам постоянно будут давать ништяки для фляжек. Для дополнительных фляжек. Но что-то мне подсказывает, что я при всем желании не залезу туда. Наверное, вообще нет возможности здесь пройти. Нужно было изначально иначе как-то идти. Может какая-нибудь точка телепортации будет. То есть упасть я могу без проблем. Но вот подняться. О, твою мать. Не буду драться мне в секунду. В первое число у меня ничего уже нет. А возможно это подъем. Вау. Что за дом, что за хата с краю. Там нету Миши за мной. За папу укусить не хотелось бы. Почему большинство магии настолько неэффективно, непонятно. Вообще даже шансов нету одолеть этого воина. Но нужно одолевать. Будемте в стелс уверовать. Не уверовал. Открывай, Валера. Как же он медленно это делает. Сейчас, сейчас, сейчас разберемся, братишка. Подожди, я только отдохну чуть-чуть. Знаете, что-то мне подсказывает, что нужно проходить эту хрень для того, чтобы выйти дальше. Одно, мы не договорили. Я не договорила. Пойдем смотреть, насколько это эффективное заклинание. Вот, это шутка просто. Он вообще не дамажит, этот успел. Ну, хотя дамажит. 274, да? А теперь смотрим наш обычный карианский. Сейчас. Ну, не успел, согласен я. В анимацию не попал. Он какой-то эффект у меня накладывает. Ну, поменьше, но зато, насколько быстро и насколько более мобильно это все происходит. Это, возможно, я даже не знаю, чем это может помочь, то, что так отложено оно делает. Типа насквозь как-то. Не знаю, я прям расстроен этим заклинанием. Эта штука полезная. В этой территории их очень часто много стало попадаться. На лошади запрыгну, кстати, скорее всего. Есть предположение, что получится. Да. А смысл? Дальше-то не запрыгну. Выглядит, что я пройду дальше. А нужно ли оно мне? Разгляну кое-куда. Короче, я немножко в печали. Либо пробовать быстро эти катакомбы пройти и заканчивать на этом серию. Потому что я, наверное, в этой серии не смогу попасть на то место, куда хотел. Очень грустно, очень печально, очень досадно. Давайте изучим чары и молитвы. Это вообще хрень лютая. В принципе, обмазка. Вполне себе. Знаете, что я, наверное, сюда обмазку поставлю? Сюда я поставлю быстрые проджектайлы. Быстрые. То есть обычные самые, самый дефолтный, самый глёвый. А сюда, ну пусть вот это будет хренька. Хотя всё хренька. Дальше будем хорошие заклинания искать. И в следующей серии уже точно в рай и лукарио отправимся, если получится. Пожалуйста. Умоляю, только не горгуй. Как же я не умею горгули убивать? Вы даже не представляете. Они, не, не, не одноразовые. Ну ничего, у меня, короче, тамаг имеется зато. Без понятия, куда этот проход нас приведет. И проход ли это вообще? А, так тут босс будет, нифига себе. Когда это точно я хочу. Дунжен я люблю. Ну, конечно, многовато тратится хитов. Если мы очевидны ключ, но не уверен, что я хочу тратить, если честно. Тихо-тихо, подожди, не пустись. А то, ох, откуда? Неужели не добил? Я не добиваю, что ли? Чего я чуть не пойму? Что за говно? Не подождите, это шутка. Правильно. Походу, эти аббасанцы бессмертные. Не это задал, вроде. Не, они не умирают. Может, ты в воскрешателе? Не бить их. Слушай, это как Перамдерксалса, реле. Я этого убила, они подохли. О, нет. Вон они где. А, а-а-а, два это в скобках типа какого уровня. Охренеть, просто вы подумаетесь. Не знаю, насколько много шансов у нас тут есть. Пойду. Он дохнет, нет? Такова, вероятно, слушать от прикольника земель, очень прикольно. Он воскрешается, да? Скорее всего, нужно говнюка искать. Так, 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 жить. Значит, вот где могильный ландыш, третий ищется. Мы сейчас духу получим просто пипец. Просто мое почтение. Может, убить можно? Да, этого можно, окей. И тех, видимо, можно было. Ну, никому не хуже от навозных крабов. Я вот думаю, это финальное подземелье, или это просто проход куда-то. Второй. Пока они не трогают меня, я не против. Он открывается. По всей видимости, я не могу открыть. Вот, понимать. Мансить, мансить, мансить. Мужик, вообще нет места с тобой драться. Без раствор. О, ты друг Джей позвал. Ах ты. У нас тут это. Тусовка сутулых павуков. Аналии. Так, мастерство воротов не пропить, но я пропиваю. А че ты не кастуешь? Ну, на ману. Фух, по-мужицки развалил. И че, это все? Я думал, ключ с них падает, 100%. Хроническая туга. И че? Вы хотите сказать, что я тут ничего сделать не могу? А, так вон рычаг. Есть предположение, что мне нужно через мочевидную штуку идти. Либо здесь где-нибудь иллюзорная стенка есть. Есть также предположение, что это все предположение. Так. Ммм, не знаю, сколько у меня этих ключей. Просто пока я отсюда далеко не ушел, надо сделать это по-хорошему. Какой же дроп тут фокусов был? Мама. Нормально в спину и терпим. Придемся. Ах ты, урод. Ничего страшного бывает. Давай попробуем. А, так тут всего одна комнатушка. Если сломался, типа не применился. Ау-щит хиви габаген. Абасанса убить. Убить Абасанса. Не дать стать собаке. Я тому. Топор розуса. Нахер он мне нужен? Магическое что-нибудь дайте. По сути, я вообще не знаю, зачем я сюда пришел. За зря, видимо. Так. А он у нас на... Слушай, а он на магию, но еще и на силу. Тогда не зря пришел. Мудрости, силы не хватает. На этом ритуальном топоре изображен розосветник. Весник смерти, указывающий путь к подземным скайпам. Мертвый, землю и мертвый. Нерядко сбиваются дороги. Роза всегда была единственной надеждой этих несчастных. Блин, а это интересно выглядит. Если он так на постоянке бьет, это просто смех. И тем вообще нельзя бить-то, да. Еще педыщу. Ну, блин, 18 ловкость. У меня 10, по-моему, вряд ли. Точнее, силы. И я не смогу. Ну, и это нихрена не открылось. Я не знаю, как тут пройти, честно. Так что на этом мы тогда точно закончим. В ближайшем будущем опять с нуля пойдем по левой стороне. Я так понимаю, здесь можно вот так еще и внизу. Что-то болото, короче, жесть. Мы будем проходить. Пре много всех. Благодарю за просмотр. Всем всего хорошего. Счастья и здоровья. Огромное спасибо спонсорам канала. А также всем спасибо за просмотр. И надеюсь, что видео вам понравилось. Если это так, то можете поставить лайк и подписаться. Это очень сильно мотивирует стараться лучше. Также можно нажать колокольчик, чтобы не пропустить новых роликов. У нас все честно. Если не понравилось, ставим дизлайк. В описании всегда есть интересные ссылки. Также можно посмотреть и другие мои ролики. Всем всего хорошего. Счастья и здоровья. Чтобы все у всех было хорошо. С вами был Хилл Хёртс.